МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангаромедия. С вами Надежда Фролова. Обращение президенту страны записали в Иркутске общественники. В акции приняли участие жители областного центра Ангарска, Шелихова и Усолье-Сибирского. Они выступили против обязательных QR-кодов и требовали отменить их. Выступающие заявили, что антиковидные требования подрывают авторитет президента, так как на ряде предприятий региона работников принудительно заставляют вакцинироваться от коронавируса. Также настаивают на отмене ограничений, введенные для малого и среднего бизнеса. Мы требуем остановить беззаконие в Иркутской области. Региональные власти подрывают ваш авторитет как президента. И несмотря на ваши указы, обращения и разъяснения по добровольной вакцинации и неукоснительному соблюдению прав человека игнорируют их. Сегодня региональные власти угрозами, увольнениями, штрафами и закрытием предприятий заставляют руководителей насильно прививать своих сотрудников. Уже сейчас идут разговоры о принудительной вакцинации детей и о запрете их очного обучения без вакцинации членов их семей. Уже сейчас в регионах страны резко возросло социальное напряжение и складывается впечатление о намеренной дискредитации и дезинформации президента, о потере его авторитета и доверия среди жителей нашей страны. Грозит отключение в следующем месяце половине корпоративных абонентов мобильной связи. 1 декабря вступают в силу поправки в закон о связи. Напомним, его приняли для борьбы с так называемыми серыми сим-картами, у которых, как правило, нет зарегистрированных владельцев. Согласно новым правилам, корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях карт в единую систему идентификации портала госуслуги. Однако этого не сделали более половины из 30 с лишним миллионов владельцев таких карт. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Выставка Ангелина Сэм в Ангарске. Шубы со скидками до 70%. Действует рассрочка до 3 лет. В ДС Ермак с 18 по 21 ноября. Дережное и профессиональное лечение суставов и позвоночника в клинике доктора Алёховой. Консультации. Ревматолога, травматолога, хирурга. В клинике Алёховой УЗИ-диагностика, доплеровское сканирование и лабораторное исследование. Инновационные методики и индивидуальный подход. Клиника Алёховой. 30-й микрорайон, дом 7. С 15 по 20 ноября в кинотеатре «Родина». Большая распродажа шуб в городе Пятигорск. Ну-ка, мутон, дублёнки. Меняем старую шубу на новую. Пенсионерам скидки. Уважаемые абоненты РТА Телеком. Сообщаем, что с 1 января 2022 года будет изменена стоимость тарифов на кабельное телевидение. Для тарифа «Стандарт» 220 рублей в месяц. Для тарифа «Льготный» 140 рублей. Обращаем Ваше внимание, что для продления права пользования льготным тарифом на 2022 год баланс Вашего лицевого счёта по состоянию на 1 января 2022 должен быть положительным. В противном случае Вы будете переведены на тариф «Стандарт». Подробности на сайте www.rtatelecom.ru или по телефону в Ангарске 612 612 612 612. О необходимости оплаты имущественных налогов за 2020 год до 1 декабря напоминают в Ангарской инспекции ФНС. Получить уведомление гражданин может лично, подав заявление напрямую в ведомство или через многофункциональный центр. А вот пользователям личного кабинета налогоплательщика на сайте налоговый документ направляют в электронной форме. При наличии соответствующих льгот уведомления пришлют только в том календарном году, по истечении которого утрачивается возможность его направления. В ряде случаев налоговое уведомление не приходит. Например, если налогоплательщик при наличии права на льготу полностью освобожден от уплаты налога, либо если сумма налога составляет менее 100 рублей. В этом случае такое налоговое уведомление налогоплательщик получит по истечению срока, в котором налоговый орган может направить налоговое уведомление. То есть иногда это спустя три года. На сегодняшний день налога на имущество исчислено в размере порядка 70 миллионов. 165 миллионов исчислено транспортного налога и 31 миллион исчислено земельного налога. История города в нагрудных знаках. Необычная выставка работает во Дворце ветеранов Победа. В частной коллекции Михаила Кулигина представлены как изделия советской эпохи, так и современной России. В советской эпохе в коллекции Михаила любимая тема. Ностальгии не отпускает, признается фалерист. Уличение детства переросло в профессиональное хобби на всю жизнь. Сейчас его коллекция насчитывает более 16 тысяч экземпляров. А примерную стоимость можно оценить в 3 миллиона рублей. Михаил не просто коллекционирует значки. По ним он изучает историю ангарской и советских людей. В значках история наша, потому что среди значков очень много процента наградных знаков. А любой наградной знак – это какое-то событие. То есть их выпускали каким-то съездом, каким-то конференциям, каким-то интересным достижением страны. Это всё фиксировалось на значках, это как вручалось человеку. Это памятные такие знаки. У Михаила Куликина эта выставка далеко не первая. Ещё небольшую коллекцию он показывал 5 лет назад. Тогда у коллекционера появилась мечта – открыть свой музей фоляристики в Ангарске. Пока такого ещё нет даже в России, но ангарчанин надеется это исправить. И вообще мечта огромная, конечно, музей в Ангарске по фоляристике сделать. В России нет такого музея, ни одного. Разное есть, там музей победы, а это именно по значкам. Фоляристика – это значки. И вот как Курдюков первый был по часам в музее часов, так же сейчас можно было повторить его подвиг и быть первым в России по фоляристике. Любимый экспонат коллекционер не выделяет. Все по-своему уникальны. Но немалую гордость вызывает одна из самых старых медалей города. Сделана она на керамическом заводе в 1974 году. Помимо значков и медалей, собиратель стал добавлять фигурки из керамики для детей. У нас, как у взрослых, идет восприятие одно, и мы знаем, о чем говорим. А детям это не интересно, там железочки какие-то, это нужно подробно, скажем, беседовать, рассказывать. Им интересно гораздо такие фигурки. Ну и как бы считаю, нормально. В коллекции собраны медали, полученные советскими спортсменами, взрослыми и детьми. Для пионеров с нарушением зрения изготавливались особые значки отличия с выступающими буквами. Экспозиция проработает до конца ноября. Ксения Высоцкая, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск. Турнир по волейболу среди мальчиков и девочек состоялся в спортшколе «Сибиряк». В нем приняли участие команды из Ангарска, Иркутска, Шелихова и Слюдянки. Итак, смотрим. От девчачьего писка закладывают уши. Оно и понятно, в зале развернулись самые настоящие баталии. И те, кто не играет, отчаянно поддерживают подруг. Все дни проведения состязания на площадке было жарко от накала страстей. Этот турнир посвящен Дню Народного Единства, но провели его несколько позже из-за ковидных ограничений. В Ангарск съехали с командой Шелихова и Иркутска Слюдянки. Всего восемь. Между собой соревнуются мальчики и девочки. В таком возрасте, а выступают ребятишки 2011-2012 годов рождения, их не делят. Главное – учиться играть. Именно в таком возрасте, именно в волейболе, самое главное – заставить детей двигаться. Чтобы они не боялись, чтобы они шли на мяч. Это самое сложное, в принципе. Поэтому начинаем играть рано. Есть и не в этом команде девочки, кто по младшему, даже гафетки некоторые не добивают. Но цель соревнований не в этом, а именно заставить детей идти на мяч, играть. Играть смело, раскованно. Чтобы поединков было больше, играли по круговой системе. Каждый коллектив с каждым. Волейбол – командный вид спорта. И результат участия есть. Итог усилий всех его членов. Несмотря на общую, дружелюбную атмосферу, на площадке царил дух здорового соперничества. Никто не хотел уступать. И каждое противостояние было по-своему интересно, непредсказуемо и эмоционально. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете посмотреть в группах ВКонтакте и Одноклассники. Еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов при Байкале. В Байкальске 16 ноября днем солнечно. К вечеру возможны осадки. В обед температура воздуха составит до 2 градусов. В темное время до минус 2. Ветер северо-западный 3,6 с порывами до 17 в секунду. Атмосферное давление 713 мм ртутного столба. В Листвянке небольшой снег. В течение дня 0,2 градуса. В темное время суток минус 1,3. Ветер северо-западный 6,8 в секунду. Возможно усиление до 16 м в секунду. Атмосферное давление 715 мм ртутного столба. А теперь о погоде в Ангарске. Во вторник ожидается небольшой снег. Днем до минус 2 градусов. Ночью до минус 6. Ветер северо-западный 5,10 м в секунду. Атмосферное давление 720 мм ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Академия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...